белой краской покрыла то есть загрунтовала отшкурила хорошенько чтобы она была вся гладкая и боковинки тоже все отшкурила еще одним слоем покрыла белой краски акриловой обычной и внутри бортики тоже покрыла белой акриловой краской и теперь мы с вами берем название краски фирма ора краска акриловая матовая матовая шелковистый эффект написано сверху на баночке написано белый перламутр номер 001 замечательная перламутровая краска и внутри вот этот вот борт я крашу белым перламутром вот видите разницу уже вот где белая краска и вот где ложится перламутр видите он такой вот на камеру он немножко сероватый ну вам в камеру так видно но он на самом деле перламутр белым перламутром выкрашивается внутренняя поверхность шкатулки бортик вот эта вот часть верхушечка и боковинки ну и донышко тоже соответственно можно сделать тоже белым перламутром пока отставляю ее сушиться мы сделаем с вами вот такой вот эффект единственное что нужно сделать перед работой с кружевом покрыть ее глянцевым лаком чтобы усилить еще цвет перламутра достаточно одного слоя здесь внутри можно два слоя дать а так как у нас вот эта вся поверхность будет закрыта то внутри пока не буду покрывать то достаточно одного слоя вот такой вот кружева вот посмотрите на него это немецкое кружево она с такой юрексовый с люрексовым шнурочком вот она очень красивая она бежевая с серебряным рисунком я поняла что если вот это кружево закрывать краской это будет ужасно поэтому я решила его оставить живым что я сделала вот кусочек вырезаю кружева равные по объему нашей шкатулки и по высоте равной боковинки и внутренней части то есть я сейчас обтянул вот эту шкатулку кружевом и заправлю ее внутрь чтобы у меня объясню почему я еще так сделала потому что вот в отличие от первого кружева она была тонкая и если мы можем аккуратно сошкурить вот эти вот края чтобы у нас здесь не торчало ни ниток ничего и все было закрыто на тонком кружи это работает хорошо с этим кружевом немножко проблема потому что она очень фактурная и она при срезании остаются вот такие вот грубые как бы нитки и убрать их очень сложно то есть для того чтобы сделать край аккуратным обязательно верхнюю часть или нижнюю часть нужно закрыть каким-то шнуром вот в этой шкатулке было так и сделано видите то есть кружева я положила отсюда перешла на внутреннюю часть выбираем и заклеила а вот эту часть где у меня все-таки вот кружева было я закрыла шнуром чтобы вот эту вот грязючку все и некрасивости убрать вот видите и получилась у меня такая вот роскошная вещь мне она очень нравится и кружево это живое она приклеена она в принципе ну кто-то скажет что может быть это не практично да ткань пачкается но мне кажется вот в кружеве это не особо его даже можно тряпочкой протереть берем клей ну в моем случае клей пава я не уступаю вот берем кружева и начинаем его приклеивать вот обратите внимание что я приклеивала клеем пава ни кружева плотная ни следов ни желтизны ничего не осталось и не останется ну во первых и кружева она не белая но все-таки бежевая про шнур я потом скажу на какой клей я его клеила так смазываем поверхность ну вот начинаю тоже с передней части клеем и прикладываю кружева смотрю по рисунку чтобы у меня красивый вот здесь вот у меня цветок такой красивый вот и прям прижимаю его по низу выравниваю клеем много не беру тонким слоем здесь можно использовать и клей для ткани тот вообще не оставляет никаких ни следов ничего но если вы боитесь да но и здесь тоже ничего не остается и красиво укладываю наше кружево я не сверху не промазываю только изнутри и хорошенько его прижимаю нет в данном случае я и клей не разбавляла водой у меня чистый пва лишняя вода мне здесь совершенно не нужно вот что у меня получается так но здесь тоже я также стыкую кружево я подрезаю вот я сейчас дойду сюда и вам покажу так ну вот доклеиваем я думаю что чтобы состыковать вот этот цветок я оставлю а вот эти хвостики которые тут у меня я немножко обрежу вот этот вот срежу то есть никогда не режу по прямой всегда делаю с какими-то зигзагами крожево достаточно просто соединить чтобы не было видно стыков просто лишнее срезаю и все вот сейчас я покажу вам что у меня получилось его можно подтянуть уложить как мне нужно по рисунку ну вот видите вот какая стыковка то есть вот как бы полу листика вот остался цветочек и вот оно все стыкуется прекрасно то есть это у нас задняя сторона в принципе как бы никакого изъяна нету потому что оно все вот такой вот тем более поверхность у нас небольшая так ну вот эту часть я потом закрою шнуром но все равно хвостики я здесь обрезаю в некоторых случаях если вы никак вот уже не получается до скрыть вот эту линию ничем закрыть но вот бывает вот не получается тогда очень аккуратно промазываю клеем вот эту часть и хорошенько прижимаю вот эту прям вот прям поверху тонкой кисточкой и прижимаю все чтобы сделать это вот эту часть аккуратной но в данном случае у меня будет вот такой вариант так после того как у меня низ приклеен значит и мне его надо завести внутрь и здесь тоже я делаю это аккуратно я немножко подрезаю вырезаю как бы часть кружева то есть начинаю я сначала приклеиваю вот на бортик ну здесь вот я вижу что у меня много лишнего вот эту часть я могу срезать чтобы она мне не мешала так теперь я возьму кисточку немножко поменьше чтобы мне пролезть девочки спрашивают я не пробовала клеить на докупажный клейлак я так понимаю это типа арпоч он дорогой можно можно девочки на самом деле в принципе клеить можно ну вот я столкнулась с тем что у меня не было проблем вот каких-то пятен оставление вот на ткани я много же вы же знаете что моя фишка это ткани поэтому я работаю сегодня с тканями вот и ну как то вот не сталкивалась я с особо и лаком я ткани покрываю и крашу я их ну как то все очень ну есть есть какие-то вот работы то есть вот аккуратно вот приклеиваю сначала вот этот бортик у тебя это кружево эластичное или оно прям вот с уже у кожи который не тянет нет оно эластичное оно эластичное поэтому его можно вот потянуть потянуть даже вот какую-то складочку вот вот здесь вот у меня получается вот тут вот у меня получается складка да я либо сейчас высеку вот этот кусочек ну либо может быть я даже складочку тонкую оставлю вот ну то есть вот сначала одну часть его даже можно немножко натянуть вот все приклеилось ну тут вот мне точно надо высекать вот эту часть опять же по прямой не режу режу наискосочек потом буду стыковать здесь можно вот между узорами вот сетку вырезать и положить узор к узору вот ножницы незаменимы для таких работ Вот, видите, вот кусочек, вот я одно кружево на другое, вот там я высекла, а сверху я перекрыла. То есть я уже посмотрю по рисунку, что у меня где и с чем, вот как бы, что под что заводится. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот смотрю, что мне надо высечь, и вот прям кусочек вот отрезаю. Субтитры сделал DimaTorzok Ну лучше начинать с одной стороны, сначала одну сторону вывести, а потом к ней подогнать другую. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот смотрите, ну на дно вы не обращайте внимания, я завела туда, ну как бы, кружево, но это все закроется красивой подушечкой. Но у нас получилась вот такая вот поверхность. Внутри у нас проглядывает перламутр, он светится, а сверху лежит кружево, оно в принципе матовое, но с серебристыми такими вкрапинками. И смотрится очень красиво. Вот. Боковинки у нас тоже обтянуты. Значит, вот эту часть я закрою, я сейчас не буду это показывать в прямом эфире, значит, но я вам скажу, то есть я беру вот такой вот витой серебряный шнур, ну цвет шнура зависит от вашего кружева и от вашей работы, от вашей задумки. То есть вы берете подходящий шнур и приклею его очень аккуратно, приклеиваю прям вот в торец, ровненько, видите, вот ровно совсем. Приклеивала я на маленький клей, гель момент вот из тюбика. Он прям зверский клей. То есть здесь я прям по капле, по капле, и вот шнур прям, он даже его пропитал, и он прям дубовый. Единственное бывает клей, который немножко убирает блеск, ну как бы съедает немножко вот эту вот металличность такую. Вот, ну здесь надо подобрать, здесь нужно на кусочке попробовать шнурик, если он остается нормальным, то тогда вы можете клеить. Ну вот я приклеивала на клей, момент, гель, гель момент. Значит, когда мы обтягиваем нижнюю часть кружевом, если мы его заводим внутрь, то вот эту вот часть, вот эту часть, которая заходит внутрь, ее надо немножко сточить. Надо мерить. Ну вообще, вот она плотно, плотно садится, и ее, в принципе, даже можно открыть. Вот видите, я открываю. Но если вдруг она у вас совсем не заходит, потому что кружево, естественно, дает толщину, тогда вот просто маленьким напильничком вот эту часть я стесываю, потом все это крашу, лачу, и все нормально. Но она вот заходит, и она уже, в принципе, вот она не откроется. То есть в этом даже есть какая-то фишечка, что она не открывается. Так, как я стыкую шнур? Прежде всего, один кончик шнура я смазываю клеем ПВА. Так, у меня шнура нету здесь. Вот прям, знаете, вот его закручиваю, чтобы он стал жестким. И после этого я его отрезаю наискосок. Он у меня уже не распадается. Здесь надо подождать. То есть я клеем прям промазываю, прям вот его кручу, 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 чтобы вот он весь пропитался клеем. После того, как он у меня высох, наискосочек я этот кончик срезаю. Вымеряю объем по диаметру, ну, по периметру, да, прохожу. Нахожу, ну, могу иголочкой отметить то место, где у меня будет место стыковки. И то же самое сделаю со вторым кончиком. Тоже его клеем жирно смазываю и вот подкручиваю. И потом обрезаю тоже наискосок. И уже, то есть я доклеиваю его до... Эту часть я приклеиваю прямо от начала. Иду, не дохожу, буквально там 2 сантиметра до стыковки. Проверяю, все ли у меня подошло. Отрезаю и стыкую. И вот наклею, вот все, видите, какой аккуратный уголок. Но обязательно не по прямой, а наискосок. И обязательно шнур, потому что вот эти шнуры, они очень распускаются. Поэтому концы я обязательно проклеиваю. Если вот это все проклеить аккуратно, да, вот на маленькой, можно и шнуром не обтягивать. Ну, тогда здесь нужно хорошенько все проклеить лаком. Прямо даже не клеем, а лаком пройтись чуть-чуть. Прямо вот самый краешек. И срезать все лишнее, чтобы вот эта вот поверхность была ровная. В качестве ножек, вот здесь видите, здесь вот эти шкатулочки, есть еще вот такие вот ножки. В качестве ножек здесь я использовала колпачки для кисточек. Вот такие вот маленькие колпачки я нашла. Вот, вот так, наверное, видно. Вот маленькие колпачки. Ножки можно, в принципе, сюда любые. Но мне хотелось вот ее на ножки поставить. Она как-то смотрится на ножках интересней. Нашла саморезик, который входит прямо вот туда. И вкрутила. Очень легко оказалось. То есть просто у меня саморезик подошел под ту дырочку, вот которая там внутри. Он не выскакивает. Прямо вот туда саморез вставила и прикрутила. Потому что ножка, она полая внутри. И прямо туда вот вкрутила саморезом. Ну, вот такие вот колпачки. Они для... Ну, вот шнур, когда на куртке шнурок продевается, да, для того, чтобы здесь делается завязки какие-то. Туда вставляется шнур, делается узел, и вот у вас вот такой вот колпачок. Вот они разных форм. Вот есть совсем простые. И видите, они насквозь, у них насквозь дырочка. Поэтому вот туда прекрасно вошел саморез. Самое главное найти маленькую отверточку. И я прямо его прикрутила вот прям к поверхности. Вот они, вот такие колпачки. Ну, вот этот вот колпачок, он с маленькой дырочкой. Он как бы для жгута бисерного. Но дырочку можно сделать и побольше. Вот такие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok